Привет, дорогие зрители! Ну что ж, новый выпуск по рояль, сезон у нас закончился, кубки нам обнулили, я готов немножко расслабиться, пофаниться и разные деки потестировать, подбирать. В общем, будем прокачивать снова аккаунт, вы увидите много разнообразных колод, которыми я буду играть, поэтому обязательно подпишись, поставь лайк. И на очереди, ребят, у нас Ночная Ведьма сегодня пойдёт на 4 уровень. И знаете ещё в чём прикол? Ночная Ведьма мне выпала с серебряного сундука именно в тот момент, когда она мне уже на 4 уровень была доступна. И, блин, проблема в том, что мне в этот момент не было дома, я не мог записать это на видос, поэтому я успел сделать скриншот, сейчас где-то их вставлю. И я тогда уже знал, что будет видос про четвёртую ведьму, но когда я ещё делал выпуск по открытию сундуков, мы выбили ещё 4 Ночные Ведьмы, поэтому теперь 14 из 10 у меня. Кстати, если вы не видели видос, я на 100 тысяч гемов открывал легендарные сундуки короля. Плюс в этом выпуске я разыгрываю среди подписчиков 50 тысяч гемов. Если вдруг ты ещё об этом конкурсе не в курсе, обязательно подпишись на канал, в группе моей там репостик надо сделать. И 17 февраля будут результаты конкурса. 50 тысяч гемов я распределю среди 4 победителей. Плюс там ещё аккаунт разыгрывается. Да и вообще, посмотри этот видос, тебе понравится, где я трачу 100 тысяч гемов. Может быть, я оставлю ссылку в описании на это видео. Вот, значит, смотрите. Мы прокачаем Ночную Ведьму. Потом у меня Дровосек доступен на 5 уровень. Это первая легендарка. Об этом будет тоже отдельный ролик с несколькими колодами. Буду тестировать и подбирать. В общем, не знаю, не знаю, когда этот выпуск выйдет. Дракончик могу прокачать на 8 уровень. Могу прокачать Пеку. И могу прокачать Стражи. В общем, ребят, напишите в комментах, какую следующую карту вы хотели бы видеть, чтобы я прокачал и чтобы я составил с ней колоду. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на лайк. Как набирает ролик 5000 лайков, сразу выпуск со следующей картой. Собственно, я даже не против был бы прокачать все три карты в этой деке. Но пока мы начнем с Ночной Ведьмы. 50 тысяч золота прокачиваем. Наконец-то я дождался этого момента, потому что Ночная Ведьма, ну не знаю, вот мне нравится с ней играть. И с Гигантом можно ее брать, и с Големом, не знаю. То есть она мне реально заходит. И то, что на 4 уровень стало, это просто космос. Ну что, предлагаю теперь перенестись на арену и провести парочку онлайн-атак. Поехали. Я думаю, что... Кстати, вот эта колода с Големом, она сейчас очень популярна. И я думаю, что если я прокачаю все карты, вполне вероятно, что я с этой декой, возможно, что-нибудь и смогу взять. Ну, посмотрим, в общем. Так, начало сезона. Что же у нас тут за противнички? Я так соскучился за, ну такими, знаете, фановыми атаками, непредсказуемыми колодами, противниками с разными непонятными деками, картами. То есть, ну просто последние дни сезона, то есть я играл против, ну, реальных там уже таких задротов, которые играют только мета-колодами. Там с Мортирой, с Хогом уже одно и то же. То есть ты уже выучил все карты, все колоды и уже знаешь, как играть. То здесь, на таких кубках, это каждый поединок, это новая реальная игра. Так, нам надо еще один сборщик поставить. Так, ну давайте, наверное, еще дракончика выпустим. И ставим сборщики эликсира. Против нас Коргик с надгробием. Ну, в принципе, это не проблема. Такс, 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 такс. Оу, а вот это проблема, пацаны. Вот это проблема. И знаете, что нам надо сделать? Нам надо сейчас, надо законтрить мушкетера, законтрить ледяного колдуна. Вот таким вот образом, смотрите. Оп, зап. И, в принципе, все. Все хорошо. Ну, как, все хорошо. Относительно. Вышку мы-то, конечно, не потеряли, но хп нам... Так, отлично. Он тратит фаер на полуживой сборщик. Мы выбрасываем дракончика, уничтожаем тамбу и ставим еще один сборщик. В принципе, можно сказать, мы попрощались уже с правой башней. А вот, ставим сборщик. Прощаемся с ней. То есть, я ее как бы... Не, хотя, может, дефать надо ее. Или забить на нее. Просто сейчас мне надо выстроить пуш-атаку. Так. Ну, смотрите. Он вообще игнорирует... Ну, то есть, не хочет выбрасывать коргига. Ну, окей. Воспользуемся тогда моментом. Мегаминьоном законтрили двух юнитов. Так. Выбрасываем, наверное, голема. Ну, и сейчас будет пуш-атака. Я не буду коргига прямо сейчас дефать. Я за големом буду выстраивать юнитов. Ну, и по идее, эта колода сейчас должна просто на двеном эликсире разорвать всех. Так. Контрит эту колоду, конечно, очень сильно палач. Ракеты. Это просто жесть. Мне кажется, против этих колод будет нереально сложно. Так. Валькирия. Ну, что ж. Сейчас запускаем всех в торнадо. Ой, мушкетер не попал. Кто же знал, что он так далеко его выставит. Пошла еще одна ночная ведьма. Думаю, голема подбрасывать больше нам не надо. Ой-ой-ой. Торнадо, конечно, с фаером это опасненько. Но... Блин, вы смотрите, как он держит меня. Неплохо, кстати, дефает. Я, честно, удивлен, как он задефал все. Я что, вышку не снес? Да ладно, лол. Зап. Ну, сейчас должен забрать. Однозначно должен. Офигеть. Я вышку не забрал. Давай, давай, под рейджом лети. Ну, блин. Да ладно. 300 хп осталось. Я просто ору. Жесть. Блин, я не знаю, в чем моя ошибка. Ну, поехали еще в бой. Фиаско, пацаны. Ладно. Не повезло. Ну, кстати, противник неплохо. Хотя, знаете, в чем реально была ошибка? Ну, даже не ошибка, а косяк. В том, что в торнадо не попал мушкетер. Я рано выбросил торнадо, да. Если бы еще и мушкетер попал, то там однозначно было бы попроще немножко. Так, давайте используем дровосека на хога. Блин, у нас же есть торнадо. Надо активировать главную башню. Так. Зап, ну, наверное. Прикольный зап. Я просто... Немножко тупанул. Ну, ничего. Так, давайте выбрасываем голема. Сборщик он не контрит. Поэтому, я думаю, что эликсира мне будет достаточно. Чтобы отдефаться от хога. Да мне за три эликсира отдефать хога можно. Я что-то туплю. Надо с помощью торнадо. Я давно с торнадо не играл, боюсь неправильно его выпустить. Так, здесь дракончик. Так, хорошо. Я думаю, что у него тоже торнадо, блин, которое меня, блин, напрягает в последнее время. Так, он потратил фаер, поэтому... А, у него варвары. Ну, окей. Так, сейчас взрывается голем. И летучие мышки с дракончиком должны хоть какой-то урон по вышке нанести. Обидно то, что, знаете, мы не наносим урон по башне сейчас. Потому что дракончик сагрился, блин, как назло на варваров. Так, смотрите, мега-миньона сюда. Я так давно не пользовался торнадо. Надеюсь, хога засасу на главное здание. Да, отлично. Активируем главную вышку. Так, и теперь, теперь, теперь будем устраивать пуш-атаку. Я думаю, что он фаер сейчас потратит на сборщик. Хотя ему не сильно резонно это делать. Вот. Ставим голема. Ставим голема. И, в принципе, что он делает? Ну, окей. Хочет просто нанести урон мышами немного. Пускай наносит. Мне не жалко. Так. Вот сейчас опасно. Он будет фаербол и торнадо для моей пуш-атаки готовить. Вот сейчас опасненько. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так. И вот так. Вот всех в кучку. Сюда, сюда, поближе, поближе, поближе. Хорошо. Можем еще запнуть. Запаем. Так. Ну, это, ребят, минус тавер однозначно. Даже если он использует сейчас торнадо, мы в любом случае заберем. Он использует фаербол. Там сейчас дровосек идет. Э! Блин. Мы еще не забрали. Слушайте, вот вроде бы... Вроде бы там много моих юнитов, да? На карте. Ну, блин, вот не хватает чего-то. Скилла, наверное. Мне вот лично не хватает спелов. Я привык со спелами. Так, давайте с помощью торнадо всех вот сюда. Здесь у нас зап. Блин, а Хогат, а чем я буду дефать? Давайте мегаминьонам. То есть у него еще недостаточно фаербола, чтобы добить мою башню. Даже если он и добьет там запом плюс фаером, то есть он не законтрит мою комбинацию, которая на главное здание идет. И даже если бы и добил, я бы... Да, трешку бы забрал однозначно. Ну что? Эта катка вроде бы зашла. Плюс 27 кубков. Да я и предыдущую должен был выиграть. Что-то не пошла просто. Так, и предлагаю перенести себя в следующий поединок. Последний. Последний бой сыграем. Вот. Честно, с Големом непривычно, потому что я вот с Гигантом уже откатал. И, блин, я вообще настолько привык. И мне вообще плевать, какая дека уже прям реально... Ну, привык. И если вот цикл хороший в начале, то есть... Ну, однозначно будет победа у меня. То есть, ну, вы видели на стриме сами. То есть, если у меня цикл удачный, все, я все делал правильно. И если не тупил на ошибки противника, ловил и просто разматывал двумя гигантами. То с Големом немножко ситуация другая. Так, против нас, я так понимаю, тоже Голем. И есть предположение, что дека идентична. Вот. Ну, посмотрим. Так, он Голема готовит. 100%. 100%. А, нет, не Голема. Ага. Слушайте. Ну, давайте попробуем как-то с помощью Торнадо задефать. Ой, зап сейчас будет хороший. Но дракона, дракона, ой, дракона, блин. Колдуна не уничтожили. Все, отлично. Фуловая ведьма идет. Сейчас она нанесет много урона. Ему надо сейчас задефать однозначно, иначе я вышку снесу. Не, вышку не снесу, но урона нанесу много. Ставим второй сборщик. Он тоже ставит сборщик. Мне везет, что у него нету, чем контрить его. Вот, поэтому я выиграю здесь, скорее всего. Если бы он мой сборщик уничтожал, конечно бы, блин, было плохо. Потому что мне нечем наносить урон по вражескому сборщику. Так, он решается идти по правой стороне. Сейчас я немножко рискую, выбросив Голема. Потому что он может сразу проконтротачить слева. Но он так не делает. И смотрите, что его ведьма делает. Его ведьма выходит вперед. И мы ее сейчас быстренько уничтожаем. Так, Торнадо использовать, не использовать. Не, не надо, не надо использовать Торнадо. Непонятные три миньона слева. Вообще непонятные, реально. Так, и сейчас будет заход на трешку, пацаны. Так, смотрите, кто на нас идет. Ой, я только одного варвара могу задеть. А один останется. Ну ладно. Пускай будет. Но, дружище, что ты сделаешь, когда там такая армия под рейджем будет дамажить? Это тебе, конечно, не элитные варвары, но... В общем, изи. Пока изи. Я думаю, что можно даже топ-200 взять, если постараться. Но это может на стриме приходить. И, ребят, что ж... Ну, честно... Ну, нет. Мне не сильно комфортно с этой колодой. Я что-то еще себе придумаю. Возможно, с гигантом. Не знаю. Вот. Ну, и напишите в комментах, какую следующую карту прокачать. С чем колоду составить. Подпишитесь на канал. 5000 лайков набираем. И я вас не заставлю ждать. Ролик выйдет совсем скоро. Спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok